Всем привет! Добро пожаловать на канал Hotel Insight. В рамках подготовки нашего курса по работе с Airbnb и Booking.com, в котором мы рассказываем все от регистрации объекта до увеличения конверсии, мы решили ответить на вопрос, почему Booking.com блокирует новые аккаунты и не дает зарегистрироваться новым объектам. Самый часто задаваемый вопрос в последнее время в нашем Instagram аккаунте и в YouTube, как зарегистрировать свой объект на Booking.com. К сожалению, в этот сезон в последнее время происходит так, что все аккаунты, которые создаются на новую почту, на новые контакты, блокируются автоматически. Это может быть несколько вариантов. Либо вам просто блокируют аккаунт сразу же после создания объекта, не предоставляя доступ в экстранет, и вы просто не можете в него войти, у вас нет ID объекта, то есть вы просто не получили доступ в экстранет и ничего не можете с этим сделать. Чаще всего, если вы будете пробовать зарегистрироваться с другой почтой, с другими контактами, то вас снова заблокируют. Второй вариант, вы получаете доступ в экстранет, но ваши продажи закрыты, вас просят подтвердить местоположение либо по видеозвонку, либо предоставив специальное видео по инструкции. И Booking.com говорит о том, что проверка занимает около 14 дней, но, как показывает практика, в течение лета это занимает на самом деле у кого-то порядка двух месяцев, у кого-то и дольше. Почему это происходит? В первую очередь это происходит потому, что сейчас огромное количество мошенников, которые создают новые аккаунты, размещают несуществующий объект на сайте, принимают бронирование, например, берут деньги, просят внести предоплату гостей, например, на карту, и когда гости приезжают по указанному адресу, трубку уже никто не берет, ну и очевидно, что гостей там никто не ждет, и объекта там никакого не существует. Сегодня хотим рассказать о том, что же с этим делать и как все-таки зарегистрировать свой объект на сайте. Первое, что стоит сделать, это обратиться по телефону поддержки. Если вы не знаете, где взять телефон поддержки, мы оставим его в описании под этим видео, соответственно, вам нужно позвонить. Что чаще всего смущает всех, что автомат говорит, если вы звоните по поводу регистрации нового объекта, то мы не сможем вам помочь и так далее, и так далее. Не надо обращать на это внимание, нужно продолжать висеть на линии, выбрать пункт, например, по работе с экстранетом или какие-то вопросы по аккаунту. И далее, когда вам ответит сотрудник поддержки, нужно ему сообщить либо электронную почту, либо номер телефона, с помощью которых был создан аккаунт. Вероятнее всего, что сотрудник поддержки скажет, что отдел проверки объектов сейчас перегружен, скажет, что это связано с мошенниками. Возможно, им потребуется перезвонить вам в целях безопасности. Но вам стоит попытаться запросить видео подтверждение объекта, либо по видео, либо по звонку. Вы можете также сказать, что вы можете предоставить необходимые документы. И велика вероятность, что ваши контакты передадут в соответствующий отдел, и дело как-то ускорится. Также, как вариант, если у вас полностью заблокирован доступ в экстранет и просто отказано в доступе, вы можете попробовать создать новый аккаунт с другого IP, с другой почты, с другого телефона. На нашей практике были ситуации, что первый аккаунт заблокировали, второй аккаунт пропустили, и мы получили доступ в экстранет, получили ID объекта и уже могли загрузить видео. Также хотим обратить ваше внимание, что очень важно, если вы планируете создать еще один аккаунт, не использовать тот же телефон или ту же почту, и также не использовать чужие фотографии. Это 100% приведет к блокировке, и, возможно, эта блокировка будет сделана навсегда, и вы не сможете получить доступ к услугам Booking.com никогда. Еще на нашей практике мы заметили, что если мы создаем новый объект на уже существующем аккаунте, объекта, который уже работает и у него открыты продажи, открытие такого объекта занимает намного меньше времени, чем создание нового аккаунта и открытие нового объекта с нуля. Поэтому, если у вас есть какие-то знакомые, которые работают в этой сфере и успешно сдают недвижимость через Booking.com, вы можете попробовать создать аккаунт через них, и далее через экстранет расторгнуть договор на этого человека и создать новый договор на себя через смену владельца. Единственное, что важно учесть, что изначально доступ будет через один экстранет, то есть через экстранет того человека, кто поможет вам с созданием объекта. Но, во-первых, можно разделить эти самые экстранеты, то есть сделать несколько логинов. Во-вторых, как я уже сказала, вы сможете сменить собственника, и тогда у вас будут разные реквизиты, разные объекты, разные экстранеты. Конечно, таким способом злоупотреблять не нужно, потому что если будут какие-то проблемы у того аккаунта, который вы создали через аккаунт своего знакомого, вопросы могут быть и к нему. Если вам было полезно это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, переходите в наш инстаграм, мы освещаем эту тему очень часто и там, делимся опытом коллег, у которых уже успешно открыт объект размещения и работает. Но если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях, мы с радостью на них ответим. Спасибо, что посмотрели это видео, всем пока!